Чувак Чувак Первое впечатление самое правильное Я считаю, что Вы не чувствуете Даже музыка Это был жар Мало, что равно без смысла Я рада приветствовать Новое поколение Вашей школы в наших стенах Потому что я вижу много новых Тех деток, которые в нашей библиотеке Здесь на четвертом этаже Еще не были И я очень этому рада И надеюсь, что Вы будете Постоянными нашими посетителями Сегодня у нас Открытие очередной выставки Выставка очень интересная Замечательная Это автор Марина Васильева Это художник многогранный Если Вы видите То работы здесь Все посвящены Отчасти Музыке Об этом говорит И название выставки Здесь живопись Картина Вы видите Фотографии Художественная фотография Художественная фотография Это тоже Жанр Определенный Жанр художественного Искусства Об этом тоже Автор Вам подробнее Расскажет У Марины Васильевой Профессия Очень интересная Многогранная И Все Тонкости И Особенности Творчества Она Вам расскажет Сама Лучше Да О том Где Она училась Где Работает Где Живет И Пожалуйста Вам слово Здравствуйте Я очень рада Вас приветствовать Тем более Таких молодых и юных Надеюсь Что Впереди У Вас будет Светлое Будущее И Хочу Немножко рассказать О себе Я сама Нарвитянка Родилась в Нарве Училась В третьей школе Жила какое-то время В Италии Там тоже училась Поступала в институт Модена Художественный Училась У художников В Италии Сейчас Живу В Финляндии Училась Также На мультимедиа Вообще Существует Очень давно Самых Давних Древних Можно даже Сказать У нас Даже В библиотеке Есть такая Книга Вот это Можно сказать Немецкий вариант Ну Аналога Да Вот название Выставки Музыка в живописи Это примерно звучит так Я по немецки не понимаю Не говорю Но Попытаюсь прочитать Музыка Маляре Да Ну Простите меня За ужасное произношение Она богата Иллюстрированная Действительно Художниками От Самых Самых Ранних Времен Когда Живопись В основном Была Религиозного Содержания И это было В основном На кресках То есть Вот сюжеты Библейские Изображены Люди Которые Жают На инструментах Которые были В те Давние времена Потом Эту книжку Можно полистать Будет поближе К каждому Кто захочет Замечательные Художники Возрождения Вот Марина говорила Что она училась В Италии Огромная Плеяда Талантов Была Именно там Именно в эту эпоху Возрождения И Художники Всего мира Стремятся В Италию Чтобы Прикоснуться К этому Огромному Пласту Искусства Научиться У них Тоже Учеркнуть Новые Какие-то Идеи Своего Таланта Да И Заканчивается Книга И Современными Художниками В том числе Книга Очень интересная По этой Именно Тематики И Ещё раз повторяю Её можно В любой Время И посмотреть Эта книга Наша Библиотечная И Почему Такое название Выставки Музыка В живописи Я знакома С многими Музыкантами В Миллиандии Занимаюсь С ними Также Видео Фото Работаем И Под их Музыку Происходят Какие-то Картины Также Рисую На концертах Когда музыканты Играют На концертах Мы можем сейчас Так включить видео Так потихонечку Вы посмотрите Когда идёт концерт И я прямо со сцены Рисую музыканта У меня очень хорошие В Финляндии друзья Это Женя Гиммер Он Великолепный Пианист Джазмен И Мерви Миле Она Скрипач Посвящена Картина Моя подруга Как-то Пришла ко мне в гости И Играла на скрипке И я её начала Так сразу Рисовать Ну в общем Вот Знакомство с музыкантами Дает такую Очень большую Возможность Живописи Концерт Вот примерно так Происходит Работа Прям во время концерта Вот как раз выступает Ларри Крайс Ларри Крайс Ларри Крайс Ларри Крайс Он Сексифонист Сексифонист В общем Он из Америки И я рисовала со сцены Его Сейчас К сожалению Её А Среди фотографий Есть его фотографии Да В общем Вот как раз Да Можно еще Показать Сиоли Та 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 Если кто-то не знает, что это за инструмент, то я могу узнать. Кстати, у нас в Геннаде, как у некоторых замечательных концертов социкланистов, даже у нас в Геннаде. Наверное, вам очень трудновато обратить ее в вашу стиле джаз. Оно было самым популярным. Веселье, как можно слышать, исполняется в стиле джаз. Оно было самым популярным, так сказать, где-то в 30-х годах в Армире Китая. Я напомнила, что этот музыкант как раз это не танец, как происхождение. Это значит, что этот музыкант вам надо сказать по стокам. Да. Включите, пожалуйста. А вот Кальвики Венемии. Включите. Я как раз уже работала. Кальвич, он же играет. Да, наверное. Верно. А уже видно, что очень много. Это как я сделала съемку в Интердаме в Париже, когда два органиста играют в четырех лет. А. Виталий «Торган Париже». Да. Это Алиби Кинемия считается десяткой лучших органистов в мире. А олиби Латрия, они, наверное, что в основном играет на Саль那и. Немножко поясню, может быть вы не все знаете, орган это такой клавишный музыкальный инструмент, очень похожий на портфеляно, но только клавишами. Это музыка очень серьезная, конечно нужна подготовка, чтобы ее слушать. Очень тренка здесь, я стояла рядом, этот орган очень большой, поэтому здесь такой очень сильный звук, конечно, а так сидеть в самом заборе и слушать, впечатляет, очень хорошо. Но у нас на этом, в Александре Киеве тоже есть небольшой орган, который звучит, кстати, тоже очень замечательно, когда-нибудь никого его услышите. Хорошо. Вот как раз концерт Жени Киммерка и Гиммера Крио, и это Калам Ваус, тоже джазмей Нанди, и также я со сцены, там краешку стоит и тоже рисую. Я хочу добавить к выступлению Марины то, что писать живую картины очень сложно. Это не то, что сидит художник в студии, пишет по памяти, или по фотографии, или по своим воспоминаниям о чем-то, но когда художник находится прямо на живом концерте и ловит вот это настроение, ловит это настроение, которое вот сиюминутно в настоящий момент это очень сложно, потому что люди двигаются, эмоции меняются. Это же бишь люди, когда вот сидит замер человек и его рисует. Это очень сложная работа. И многие картины Марины написаны именно на концертах вот так вот живут. И вот это как раз фото портрет певицы джазовой. И, конечно, когда стоишь на сцене очень переживаешь, потому что это само по себе впечатляет, когда на себя еще смотрят очень-очень много людей. А надо сосредоточиться, смотреть на музыканта. И, к тому же, это обычно бывает очень неудобно. Стоишь где-то в уголке, надо выглядывать из-за холста и быстренько-быстренько нарисовать. Вот таким образом мы сегодня побывали не только на художественные выставки, но и сразу на нескольких танцах заочно. Я думаю, что этот джаз на таким известным концертах вы будете сами, самостоятельно ходить еще очень не скоро. Но, я думаю, поможет вам в восприятии, когда вы растете сознанием по такому творчеству. А джаз чем он изменит? Тем, что когда собираются музыканты, они не играют по нотам. Они все время импровизируют. И каждый раз для них выступление на сцене – это как первый раз. Потому что никогда не получается одинаково. То есть, они вообще просто, они знают там, как надо играть, ноты, но все время они импровизируют. Я хочу добавить, что у нас ежегодно, обычно это в мае месяце, но весьма, всегда это весьма происходит. В этом году, по-моему, в мае месяце было. Происходит джазовый фестиваль. Тоже в народе. И, кстати, каждый год приезжают музыканты в Финляндии. ...среди художников, музыканты. Часто есть такие вот такие вот импоризированные концерты, ну, так скажем, в неиспланированных местах. Это может быть какая-то квартира. Это может быть студия, творческая мастерская. Вот, допустим, вы хотите. Похоже, когда мне было 24 года, я уже решила для себя, что я хочу. Как я добилась такого успеха, мое желание – работать. Это первое. То есть учиться. Обязательно. Без этого просто невозможно. Потом усидчивости и прислушиваться к учителям. Обязательно. Сам меня дома в архиве где-то там лежит запрятанное, потому что я к своим работам стараюсь очень бережно относиться даже таким каким-то маленьким карателям. Их складываю, никуда не выкидываю. А у вас это получается, например, для меня? Да. Просто красными. То есть картина, она начинается, в принципе, потом может создаться какой-то образ. Даже позже. Не обязательно, что это я взяла и встала, нарисовала с первого раза. Я могу просто красными, а потом уже я рассматриваю картины, что же там я хотела нарисовать. Я хочу поздравить Марину с дебютом в нашей библиотеке. Пожалуйста. Пожалуйста. Хочу обновить количественных успехов. Спасибо. Я желаю вам поздравить с тем, что вот такая аудитория у нее, наверное, впервые. Это тоже своего рода дебют. Открытие. Открытие, да. Потому что всегда интересно, наверное, когда люди разные и высказывают свое мнение, даже не писала, чтобы вопросы были. И еще раз поздравлю вас. Спасибо большое. И всем творческих успехов, хорошо учиться и подумывать о тем, кем вы хотите стать. И для тех, когда вы уже начали в школе или в художественной школе заниматься творчеством, у нас на эту тему именно для вашего возраста есть обучение с вами. Если вы зайдите на наши визиты, приходите к нам. Спасибо большое.